В эфире программа Точки над И. Здравствуйте. О главных событиях недели, какими их увидели наши корреспонденты. Должны стать первыми в авиации космосе. Перевооружаются технически на оборонных предприятиях региона. Аэрокосмический кластер Самарской области оценил вице-премьер страны Дмитрий Рогозин. Тушите свет. Альтернативы неразумной растрате ресурсов предложили на межрегиональной выставке по энергосбережению. Золотой прыжок Николь. Наша легкоатлетка Николь Радамакина принесла сборной России золото и серебро на паралимпийских играх в Лондоне. Самарский регион останется ведущим в аэрокосмической отрасли страны. Такие гарантии появились после визита вице-премьера Дмитрия Рогозина. Он побывал на ЦСКБ «Прогресс» в предприятиях «Авиакур» и «Кузнецов». Рогозин дал понять, что системного кризиса в космической отрасли нет. Есть сбои на отдельных узлах. Основная задача, которую ставит руководство страны – прорыв в модернизации оборонных предприятий, как это было еще в 30-е годы прошлого века. В Самарской области к техническому перевооружению готово, отметил в свою очередь Николай Меркушкин. В аэрокосмический кластер в регионе объединились 22 предприятия. Им есть что предложить. Дмитрий Рогозин озвучивает практически с порога. Вся авиакосмическая отрасль страны должна выйти на новую орбиту. Грязет реформа. Предстоит выработать единую техническую политику. Советский Союз мог позволить себе иметь несколько параллельных производств, которые конкурировали между собой. Но у России сейчас конкурентов, цитата, и так выше крыши за рубежом. Поэтому внутри страны должна быть единая политика. Она касается интеллектуальных ресурсов и производства. В этом цехе, пожалуй, единственное, что осталось с советских времен, сама разработка ракеты-носителя «Союз-2». Производство же на участках сборки ступеней полностью автоматизировано. Не меньше интерес вызывает гражданская продукция прогресса. Оборудование для сельскохозяйственных и промышленных предприятий, мотолодок, катеров и, конечно, легкого самолета «Рысачок». Сейчас он ждет сертификации. Первое, что оценил вице-премьер – техническую сторону производства. Вердикт однозначен – необходимо перевооружаться. Самое главное, что необходимо будет сделать, это повышение технологического уровня предприятия, потому что работать на старой технике нельзя, поэтому обновление производства обязательно. Уже перевооружаются технически на акционерном обществе «Кузнецов». Модернизация связана с новым производством двигателей НК-32 и НК-33. Новое, как здесь говорят, хорошо забытое старое. Двигатели НК-32 для нужд Минобороны здесь выпускали серийно с 83-го года. Потом 20-летний перерыв. Сейчас у разработки Николая Кузнецова вторая жизнь. НК-32-м будут оснащать стратегический бомбардировщик Ту-160. Для его производства на предприятии намерены обновить цеха. На это акционерное общество «Кузнецов» получит более 7,5 миллиардов от государства в рамках федеральной целевой программы по модернизации оборонно-промышленного комплекса до 2020 года. НК-33 – еще одна легенда, правда уже космическая. Становится реальностью только сейчас. Самарское предприятие и американская компания «Аэроджет» подписали контракт на серийное изготовление и поставку лунного двигателя. Здесь же Дмитрий Рогозин просит руководителя предприятия оценить технологическое состояние Кузнецова. По сравнению с Рыбинским и Пермским заводами, здесь преимущество в производстве самых больших двигателей, отвечает Юрий Елисеев. И не скрывает, сейчас главная задача – укрепить позиции, как можно больше участвовать в федеральных целевых программах. Сегодня есть тенденция к некоторому пересмотру этих ФЦП, ранее принятых. Так вот, мы хотели бы загарантировать себя, что в отношении Кузнецова таких пересмотров не будет. Думаю, что вот это посещение гарантирует. Надо знать реальную обстановку. И то, что мы не пошли в блестящий цех только, а посмотрели реальности, мы посетили, я вам скажу, цех, который построим в 1941 году. Еще один же вытрепещущий для отрасли вопрос – кадровый. Здесь, у Самарского региона, есть бесспорное преимущество. Дмитрий Рогозин признает, в Самаре выстроена уникальная система подготовки младых специалистов. Только Самарский аэрокосмический университет чего стоит. Он не только получил статус национально-исследовательского, но и выстроил отношения с предприятиями региона. Выпускникам трудоустройство гарантировано. Областное правительство со своей стороны поощряет талантливых студентов материальной стипендиями губернатора. В будущем намерены помогать молодым и перспективным в решении квартирного вопроса. Планируют запустить совместно с Роскосмосом проект «Социальная ипотека». Эти меры помогут региону сохранить ведущие позиции даже при пересмотре производственной политики страны. Причем, как ни парадоксально, Самара находится в более выигрышном положении, чем Москва. Николай Меркушкин приводит конкретный пример. Если в столице текучесть молодых кадров приближается к 30%, то в Самаре эта цифра составляет всего 4,5%. Самара имеет возможности значительно большие, чем любой другой центр в нашей стране. Что здесь у нас масса, в том числе заводов привязанных, масса там более десятка еще заводов, работающих на космическую технику. Это с одной стороны, а с другой стороны здесь потенциал хороший. Здесь университет хороший, здесь менталитет людей очень сильно увязан с этой отраслью. Здесь же, в Самаре, Дмитрий Рогозин делает громкое заявление, касаемое аэрокосмической отрасли в целом. Я хочу сразу сказать, чтобы было понятно. Никакого системного кризиса в космической отрасли России нет. У нас ничего не валится и не сыпется. У нас есть серьезные проблемы на отдельных предприятиях, на отдельных узлах. Проблемы, которые копились годами. Сразу после поездок на предприятие разговор уже тет-а-тет. На личной встрече Николая Меркушкина и Дмитрия Рогозина вице-премьер признается. О поездке, пусть и не запланированной, не пожалел. Мы специально приехали в Москву. Убедили нас корректировать рабочий график работы правительства. Даже так и запланировать поездку в Самарскую область. Сейчас я об этом нисколько не жалею, потому что разговор по космосу, по ЦСКБ «Прогресс» и перспективные наши разговоры по двигателестроению и по перспективе авиазавода, авиакород, они, конечно, затрагивают не только интересы самарской области, а выходят далеко за ее пределы. В понедельник Дмитрий Рогозин выступит с докладом на заседание правительства страны. Уже сейчас можно сделать вывод. Одним из его пунктов станет информация о космическом и авиационном потенциале Самарского региона. В экономику региона, возможно, вложатся иностранные инвесторы. Строить новые дороги, спортивные объекты, реформировать коммуналку Самарская область, может быть, будет вместе с Международной финансовой корпорацией. Она специализируется на частных вложениях в развивающихся странах. Ольга Павловская продолжит. От этой встречи зависело многое. Представители Международной финансовой корпорации в Самаре гости нечастые. Эта структура создана в 1956 году. Через нее идут частные инвестиции в развивающиеся страны и города. Высокий интерес сейчас и к 63-му региону. Хотелось бы посмотреть, насколько есть возможность сейчас посотрудничать с Самарской областью. Как я знаю, у вас получатся серьезные инвестиционные планы. Инвестиционная привлекательность Самары, понятно, крупный город. Но при этом, отмечает Николай Меркушкин, в регионе немало проблем. Как хороший лоббист, губернатор сразу дает понять гостям. Ничего скрывать не будет, все карты открыты. О больных точках области говорит безутайки. Самара – регион-донор. Но без кредитов пока никак. Своимствования больше шли на текущую деятельность. Программного было не так много. И сейчас одна из главных задач мы выстраиваем. Мы тут определить более четкие приоритеты и программы. Одна из самых насущных проблем – это дороги. Ее необходимо срочно решать, говорит губернатор. Ремонтировать старые, строить новые. Реформирование идет и в отрасли ЖКХ. Эта сфера должна стать прозрачной, пока люди не доверяют ТСЖ. В ближайшие два года планируют решить и проблему с детскими садами. Сейчас в этом направлении уже подпринимаются шаги. Открываются новые группы. Возведут и спортивные объекты. Самара – чуть ли не единственный город России, не имеющий современного ледового дворца. Стадионы будут строить и в преддверии чемпионата мира. Мундиаль должен пройти в Самаре в 2018 году. Самара когда-то была 15-20 лет назад одним из лидеров страны. А в последние годы, в последние 10-12 лет, мало что очень сделано. Сейчас по-дянули на 81-83 месте. То обеспеченности населения современными условиями для занятий физкультурой и спортом. Представители Международной финансовой корпорации заверили, что заинтересованы в сотрудничестве, помогут иностранные гости в инфраструктурных и социально значимых проектах. Более конкретно определятся уже скоро. Экономить финансы можно, если с умом распоряжаться ресурсами. Курс на энергосбережение взят по всей стране. Но далеко не все предприятия спешат работать по энергосберегающим технологиям. Да, что далеко ходить. Ситуация, когда свет горит во всей квартире одновременно, скорее пока норма. Альтернативы неразумной растрате ресурсов предложили на этой неделе в Самаре, на межрегиональной выставке по энергосбережению. Здесь знают и умеют делать деньги, а точнее энергию из воздуха. Эта батарея хоть и солнечная, но может работать даже без солнца. Заряжается от обычной лампы дневного света. Разработчики не скрывают, технология дорогая, но окупается. Нужно только набраться терпения. Условно так сказать, допустим, куда-то на пруды протянуть электричество стоит 900 тысяч рублей, а там нужен телевизор, две лампочки, холодильник. Это стоит порядка, если солнечную энергетическую систему ставить, это стоит порядка 200 тысяч рублей. Сегодня тема сохранения ресурсов стоит как никогда остро. Ученые пролили свет на ситуацию. Они посчитали, что мы расходуем на 40% больше ресурсов, чем способна производить планета Земля. По прогнозам специалистов, к 2050 году нам понадобится планета-близнец, который мы могли бы использовать в качестве источника сырья. Так что пора переходить на режим строжайшей экономии. Здесь представители компаний не только Самарской области и ПФО. Это говорит о том, что вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения затронули всю страну. Новинки и технологии, которые сюда сегодня привезены, позволяют говорить о том, что мы движемся вперед. Мы способны внедрять новые технологии. Экономить энергию учатся в первую очередь в бюджетных учреждениях. В прошлом году на оснащение их новыми технологиями уже потратили около 90 миллионов рублей. Деньги выделяют по целевой программе. Перед этим в каждой организации проводят энергетический аудит. На данный момент энергетический паспорт получили 80% бюджетных учреждений. До конца этого года данное мероприятие будет завершено. Кроме этого, планируется на то же самое мероприятие привлекать и софинансировать муниципальное образование. Программу энергосбережения можно начать с собственного дома. Заменить радиационные лампочки Ильича на энергосберегающие или светодиодные. Последние пока в новинку. Давайте посчитаем. Три лампы одинаковой яркости. Обычная лампа потребляет энергии 60 ватт. Стоит 8-10 рублей. Светит также, но тратит меньше энергосберегающие. Плюсы служат в 3-4 раза дольше. Правда, стоит порядка 150 рублей. Но один раз, что называется, раскошелился. И экономия на перспективу. Правда, самарцы по результатам опроса об энергосберегающих лампочках, конечно, знают. Но не используют. По старинке. Больше света. Теплее. Вы думаете, а сэкономить на оплатине? Это пока там перестроится, все в голове потом уже. Менталитет? Да, да, да. Пользуемся. С маленьким цоколем они что-то быстро перегорели. А с большим цоколем они дольше. Ну, не знаю, потому что не пользуемся. Все. Мы не пользуемся такими. А почему? Ну, не знаю. Мне свет не нравится от них. Правда, задаются еще одним вопросом. Куда нести лампочки, когда свет в доме гаснет? Отработали свое. Ртуть, содержащую лампочку в обычное мусорное ведро, не выбросишь. Если, конечно, совесть не позволит. Бракованная или разбитая лампа, энергосберегающая ртуть, содержащая, относится к отходу первого класса опасности. То есть является самым опасным отходом. Соединение ртути с водой образует очень опасное соединение, которое вредит окружающей среде. Своё пристанище отработанная энергосберегающая лампа должна найти в специальном контейнере. Выглядит он так. По Самаре таких желтых ящиков установлено 13 штук. Много или мало, судить не нам. С начала года на утилизацию вывезено порядка 2,5 тысяч ламп. Отметим, правда, что по постановлению правительства страны обязанность по установке контейнеров лежит на управляющих организациях. Они выполнять обязанности не спешат. Мы об энергоэффективных технологиях, снижающих потребление, говорим что-то, как о нанотехнологиях. Сейчас в регионе разрабатывают общую методику по энергосберегающим мероприятиям. Областные бюджетные учреждения перейдут на энергосберегающий режим на 100% к концу года. А что касается света в собственном доме, опять же, личное дело каждого. Необычная и опасная находка. История. Пошел грибник в лес, под Сызрунью гулял, гулял и вместо маслята лисичек снаряды нашел. Снаряды не простые, а боевые. Такими грибами сразу заинтересовались полицейские саперы. Выехали на место и, мягко говоря, удивились. Выставили оцепление и никого к находкам теперь не пускают. В земле был обнаружен 21 снаряд 1905 года выпуска. Снаряды 76-мм. Все снаряды с сильными следами коррозии. Но все находятся в боевом состоянии. Взрыватели в наличии. Боеприпасы растут как грибы. Их количество с каждым днем увеличивается. Сейчас речь идет уже о полусотне снарядов. Подходить к ним близко не стоит. В любой момент могут сдетонировать. Сейчас ждут саперов с Министерства обороны. По неофициальной информации, на подготовку к уничтожению боеприпасов нужна неделя. Понятно, это вам не грибы мариновать. Через неделю ждите продолжение темы. Как на пороховой бочке живут сейчас в селе Бариновка Нефтегорского района. Местные жители просят вернуть тишину и покой. Возмутителями порядка они называют приезжих, которые недавно поселились по соседству. О том, почему не могут ужиться. Екатерина Деменчук. Село Бариновка. Ему около 300 лет. Здесь чтут традиции, которые пришли с древности. Все друг друга знают и привыкли дружить с соседями. Жили мирно до тех пор, пока. Около полугода назад в селе Бариновка стали происходить странные вещи. Мы здесь жители свои все были. Жили дружно все. Очень дружно даже. Относились друг к другу как брат с сестрой и сестра с братом. Все помогали друг другу. Все делали. А сейчас вот приехали эти. Они не дают ни днем, ни ночью людям покоя. Они своими листовками приходят даже и ночью. Стучатся в двери, как мне рассказывают. И их оттуда люди из своего дома не могут даже выставить. Говорят, уходите, они не уходят. Ко мне лично приезжали, на двух машинах подъезжали вечером. Вот нам нужно с вами побеседовать. Я говорю, приезжайте днем, я не собираюсь с вами беседовать. На Золевы по каждому вопросу ходят по дворам. Все-то им надо там. Какие-то подписи собирают для чего. Говорят одно, а потом оказывается совсем другое. Что это за организация? Мы даже не знаем. Я, например, добро мы не знаем. Что за партия воля? Это значит партия воля? Что хочу, то и ворочу. Так что ли? Зарегистрировано, нет ли? Чего они хотят? Чего хотят эта партия? Вот нам тоже было бы хорошо, известно, если бы узнать, что это за партия и чего они хотят. Приезжие поселились на одном из земельных участков возле озера. Появление незнакомцев не осталось незамеченным. Сельчане, которые не привыкли отгораживаться друг от друга высокими заборами, сразу отреагировали. Нервоз. Вот когда собираются, у них много машин приезжает, автобус, людей много. Естественно, представьте себе, откуда мы знаем, чем они там занимаются, что они делают, с какой целью они приезжают туда. Потому что никуда они к себе туда никого не запускают. Поэтому мы не знаем, что они там делают. Ситуация такая в стране, что мы, конечно, боимся. Морально страдаем от этого, естественно. Мы рядом живем прям. На недавнем собрании жителей села Бариновка глава отчитывается о бюджете. Между приезжими и местными жителями и здесь нет единогласия. Вы спросили, есть ли возражения. У меня есть возражения. Можно я скажу? Понимаете, здесь направление разное. Вы не являетесь гердонином, по-моему, не прописано в Бариновке, не живете в Бариновке. Поэтому вы не можете. Создаетесь, вы сказали. Возле дома приезжие организовали палаточный городок. Поставили свой информационный стенд. Жители обращаются к главе поселения. Я вот прошу главу администрации нашего делать запрос в ВМС, чтобы проверили, что за люди живут у них. Я прошу, в каком количестве, 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 в ВМС. Почему? Почему в ВМС везде может зайти, а не могут зайти и проверить, кто там живет, какие люди, на каком основании. Там больше тысячи людей у них живет. Как с этим бороться? И вот по этому поселу эти листовки валяются сотнями. Почему мы не бороться? Наши дети, я это читаю, и все, и приходят и смеются. Вот главу администрации осмеяли, наша батюшка осмеяли. Ну что это такое? Когда прекратится, не прекратится. Я могу сказать, что... По телефону довольно-то, весь оборвался, все телефоны. А в двух часов ночи ходили и кричали, что переименуем Барновку в Пивуновку. У приезжих своя точка зрения. В селе Бариновка Самарской области, где находится загородный дом Светланы Пивуновой, лидер партии «Воли» и ее активисты решили навести порядок с водоснабжением, газификацией, строительством дорог и, как следствие, с тем, как тратятся выделяемые селу бюджетные деньги. Они наоборот разбили всю дорогу. Огромные машины, идут фуры, большие инструменты, со всякими строительными материалами. Они какая была, всю разбили. А теперь они говорят, что они добились. Ничего они не добились. Они только баламутят людей, не дают спокойно. Постоянно ходят всех в это в заблуждение. Они уже надоели. Новости о себе теперь жители узнают и из интернета. Каждый день новая история из жизни Бариновки в режиме онлайн. А то грех, как вы идете в этом интернете, больше ничего вы не умеете делать. Давайте иди молчите, представители. Где ваших фигунов? Пусть того вылить народ, а мы с ним пообщаемся. Че, слабо, что ли? Вот сейчас даже возьму. Это тактично, это прилично. Я не знаю, что это и не законно, да? Но кто его спросил, нас, нравится мне, меня снимают, фасывают, сам и во всех ракурсах. Может быть, это и законно, по современным этим законам о себе. Но это торшиненько, это мелко, это неэтично, это неинтеллигентно, в конце концов, уважаемые адепты госпожи. Приличные люди так не снимают. Недавно произошел еще один конфликт. Жители пришли в церковь с мирными намерениями праздновать медовый спас. Во время службы произошла драка. И здесь у каждого своя правда. На сайте приезжих эту историю рассказывают так. Мужчина крепкого телосложения начал силой выталкивать якобы неправославных из церкви. При этом он порвал одной женщине одежду, оставил на ее теле синяки. Но настоятель храма, отец Сергий, рассказывает все по-другому. Потому что мы знаем уже об этих провокациях. И понятно, что люди как бы не совсем себя правильно ведут в храме. Явно почти не для молитвы, а для чего вопрос. Потом, когда их пытались вывести, они начали учинить скандал, бросились в драку. После этого, естественно, меня обвинили в том, что я и экстремист, и провокатор, и побоище организовал. То есть вот такие выпады уже сейчас слышны. Плакаты опять же плеются. Житель села Бариновка Виктор Прокопов пошел на службу вместе с семьей. Вернулся из церкви с поцарапанным лицом. И она прям специально, то есть, чтобы ободрать. Я руками начал закрываться. Естественно, отталкивать. Но все-таки она меня достала, она меня отцарапала руки, отцарапало лицо. Чтобы пьющий. Я отошел. Она опять там, значит. Потом там женщина одна говорит, что у вас кровь течет. Давайте я вам обработаю. Она мне обработала эту рану. Значит, я опять же подхожу к этой женщине. Говорю, женщина, ну вы смотрите, что вы сделали. Она начала кричать, меня избивают. Я пойду в судмедэкспертизу. Я буду ставить, значит, там, чтобы мне анализ сделали, там, экспертизу эту поставили. То есть, такой крик. Меня здесь избили. То есть, я стою вот так на расстоянии от нее вообще. Представляете что ли? Ну, я считаю, это была спланированная акция. Надо с людьми говорить. С людьми. А с людьми говорить. Станешь с ним, говорит, вот, говорю, что ты сделал? Вот они были здесь, так, тоже с камерой. Я подошел и спрашиваю. Он, вот, нам, нам. А что вы сделали? Вот ты лично что сделал? Что ты вынес для Родины? И что ты вынес для села? Ну, и камеру свернул. Все. И вот, нам отвечать нечего. Ну, а разбешивать вот эти плакаты, это же просто, ну, пакосно. Теперь уже дети рисуют листовки. Жители села Бариновка с тоской вспоминают о прежней, спокойной жизни. И хотят, чтобы она поскорее вернулась. Телеканал «Губерния» будет следить за развитием событий в селе Бариновка. Еще один шаг к большому футболу сделали в регионе на прошедшую неделю. В генплан «Самары» внесли изменения. Они позволят построить стадион для чемпионата мира по футболу в 2018 году на утвержденном месте. Стрелки рек «Самары» и «Волги». Современный комплекс на 45 тысяч болельщиков. Транспортная доступность не более 50 минут. Все требования ФИФА будут соблюдены. Плюс к этому новые дороги, аэропорт Курумыч, который после модернизации станет крупнейшим хабом в Поволжье. На время чемпионата в Россию приедут более миллиона туристов. И еще одна практически стратегическая задача – как и где всех разместить. Здесь вырастут гостиницы и жилые комплексы. Должен преобразиться и облик областной столицы в целом. Историческая часть «Самары» – памятники. Отмечу, что за право принимать чемпионат мира по футболу борются несколько регионов страны. Комиссия ФИФА озвучит счастливчиков уже в этом месяце. От футбола к теннису этот вид спорта в регионе отмечает 100-летний юбилей. Первый турнир по лаун-теннису, так назвали в 18 веке, игру в мяч на лужайке, состоялся в Самаре в сентябре 1912 года. Доподлинно известно, что прошел он на месте, где сейчас находится сквер Пушкина. В знак юбилея там появилась дама, естественно, с ракеткой. Как прошли эти 100 лет, а о перспективах. Если не 100 летних, то ближайших в нашем материале. Ретро-шоу или перемещение во времени. Вот так примерно играли в теннис 100 лет назад. Аристократично, благородно и неспешно. Наряды далеко не спортивные, цели далеко не азартные. С тех пор, как говорят, много воды утекло. Но этот вид спорта популярность в области бесспорно сохранил. В подтверждении на месте первого корта скульптурная композиция. Ее открывает в день 100-летнего юбилея. Области есть чем гордиться. Количество теннисистов постоянно увеличивается. Сейчас этим видом спорта в регионе занимаются несколько тысяч человек. Самарская область всегда была одним из центров российского тенниса. Здесь и воспитывались мастераты сегодня, последние годы. Павлюченко Анастасия, это Александр Павлюченков, которые мы видим и часто переживаем, болеем за них, когда они отстаивают честь нашей Родины России на разных турнирах. Молодежь растет очень, ну скажем, хорошего уровня. Это тоже говорит о уровне самарского тенниса и вкладе Самары в развитии тенниса России. Сразу после праздника почетные гости, в числе которых знаменитая теннисистка Анастасия Мыскина, президент Российской Федерации тенниса Шамиль Торпищев, отправляются на корт. Здесь в спортивной школе номер один проходит уже традиционный турнир Самара Кап. Принимают участие спортсмены из соседних стран, Украина, Казахстана. Но что приятно, в мужской финал выходят наши, Самара Тольятти. Эти соперники, Александр Бабарыкин и Роман Нашатыркин, нельзя сказать, что хорошо друг друга знают. Играли всего один раз. В международной классификации Роман выше. В российский на лидирующих позициях Александр. Должен был быть бой. В итоге самарец выступил безупречно. Как он признался позже, помог настрой. Для него этот турнир был проверкой сил. Мне надо было практиковаться. И перед турниром другим, я уже улетаю в Египет, мне нужна была практика. В женском финале упорная борьба. Соперницы не давали друг другу спуску. В итоге лучшая Ирина Литковская. Поведителем турнира кубки и медали вручил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Молодые люди, играющие в теннис, занимающиеся спортом. Все это просто замечательно. Я хотел бы поздравить победителей с победой. Поздравить всех, кто участвует. Поздравить всех вот этих детишек, которые сегодня здесь любуются. После награждения на корт выходят сотни детей. Мастер-класс дает Анастасия Мыскина. Считается, что теннис только для богатых. Но на самом деле в копеечку обходятся только занятия в профессиональном спорте. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок участвовал в международных турнирах, занимал первые места, тогда да, понятно, необходимо нанимать индивидуального тренера и каждые несколько месяцев менять инвентарь. Что же касается общей физической подготовки, то здесь все более-менее приемлемо. Ракетка для новичка стоит полторы тысячи рублей. В Самаре есть две школы, где дети тренируются бесплатно. Годы занятий, а знаменитыми и титулованными становятся единицы. Растить чемпионов непросто. В неделю необходимо четыре тренировки, каждая по два часа. Ну это очень сложно. Так думаешь, просто махать ракеткой, но это очень сложно. Сколько лет нужно, чтобы научиться отбивать мяч хотя бы? Хотя бы хорошо, с вращением, где-то года два. Сейчас уже понятно, чемпионов станет больше. Николай Меркушкин и Шамиль Торпищевым договорились о развитии этого вида спорта. Куртов станет больше. Не исключено, что Самарская область будет одним из региональных опорных центров. Эту программу разработают в Федерации тенниса. Олимпийский Лондон закрывает Паралимпийские игры. Николь Радамакина на этой неделе принесла сборной России две медали. Золото и серебро. Ей не оказалось равных в прыжках в длину. Причем победным стал первый результат – 5,63 метра. На этой же отметке она приземлилась и в шестой попытке. А пробежала 19-летняя спортсменка дистанцию в 100 метров на серебро за 12,49 секунды. Я никогда не считала себя такой бедной несчастной девочкой, чтобы прийти сюда в сборную и подняться. Вот такая вот. Вот инвалиды тоже люди. Такого не было. Я всегда считала себя абсолютно нормальным человеком. Эти слова Николь Радамакина сказала чуть больше года назад, во время съемок фильма «Золотая Николь». Он полностью посвящен спортсменке. С тех пор изменились только ее регалии, но никак ни слова. Лауреат областной акции «Народные признания» – многократная чемпионка России, пятикратная чемпионка мира. Она по-прежнему целеустремленна и с железным характером, что и доказала на Олимпиаде. Прыгнула до золота – 5 метров 63 сантиметра. Правда, сама этим результатом осталась недовольна. Средненько, сказала девушка. Ветер помешал. Дальше серебро в беге на 100 метров. И это с травмированным коленом. Николь не щадила себя. В награду сразу две медали из Лондона. Для города Чапаевска это, конечно, очень большое достижение. Наш город славен традициями, но на таком высоком уровне. У нас, скажем, впервые человек завоевал медали на уровне паралимпийских, олимпийских игр. Уже сейчас понятно, долго отдыхать она не будет. Попросту не сможет. Продолжит тренировки вот на этом Чапаевском стадионе. Зимой чемпионат мира. Цель только победа. Пока же Николь ждет дома с олимпийскими медалями. Планируется, что спортсменка вернется из Лондона уже в этот вторник. Точки над И пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова